вводим эти самые координаты векторного поля вводим мысленную параметризацию тогда получается так как вы рассчитываете вектор нормали если вы ввели параметризацию и это отображение из какой-то области же которая лежит в r2 r3 отображение действует в r3 и она значит вот из плоскости где живут переменные у его пересаживает кусок двумерный r3 вот это есть наша поверхность омега замечательно значит вектор нормали в этой ситуации рассчитывается стандартным образом вы берете касательный вектор вдоль то есть фактически вы берете столбцы матрицей коби и берете вот то самое векторное произведение таким образом мне здесь что рецепт этот советует он советую сделать следующее взять рассчитать вот вот это вот умножить века f на вот этот вектор нормали только говорят с ноликом до с ноликом это значит отнормированный то есть нужно скалярно умножать f на вот это вот фи штрих у фи штрих в но с нормировкой а потом умножать на ds а в ds выскакивает эта же самая нормировка ду-дв ну то есть тем самым получается что мне нужно считать интеграл в котором происходит вот что фактически вы умножаете f наши компоненты векторного поля qr значит столбец образуют и значит второй множитель это произведение объект который называется смешанное произведение фактически это у вас матрица здесь стоит которая да вот эти три столбца этой матрицы вы когда перемножаете фи штриху фи штрих вы выписываете значит там координатной функции если вы создаете x y z этой параметризации это x от у и y от у и z от у и да вот тогда получается у вас значит здесь написано столбец производные x по у x y по у z по у x по в и y по в и z по вы вы должны посчитать векторное произведение это значит вы сюда мысленно пишите и жека считаете что положено а потом умножить скаляр на это значит место и вы могли бы сразу писать по вместо жеку вместо фактически вы считаете вот такой определитель здесь на крае то есть нарисовать косой вот ну или если я этот определить расписываю по первому столбцу то получается что вы считаете такую штуковину п на y штрих по у z штрих по у y штрих по в з штрих по в плюс q на соответствующий минор ну дайте ручь тоже напишу q учитывая правила знаков удобнее писать не минор где верхняя строчка x а нижняя z а наоборот потому что вы его тоже написать еще знак сменить ну и аналогично последнее слагаемое дудв вот ну и это особенно делает прозрачным нам почему такой интеграл часто обозначают в виде pd y dz плюс q дз дx почему именно такие значки пишут ну вот вот порядок переменных строчка здесь когда вы из матрицы и коби выбираете соответствующий минор вот он вот такой получается замечательно то есть то что я сейчас написал это всего лишь обозначение для вот этой штуки но обозначение которое вот как бы фактик фактически несет в себе правило как эту штуковину вычислять интегрируете вы всегда вот по той области которые но вот здесь она обозначена же значит позже и вот хорошо ну собственно вот вот все сказали да ладно давайте что нибудь сделаем давайте я сделаю какой-нибудь пример такой вот 40 362 есть сейчас дайте сообразить вот точно я возьму какой-нибудь себе пример из ниоткуда так сказать вот я хочу посчитать такой такой примере смотрите я интегрирую ну значит я рисовал сюда одного червяка да это вполне допустимая в смысле значок интеграла допустимая точка зрения пожалуйста можно рисовать одного если вы не путаетесь и не теряете при этом лишнее интегрирование ночи значит пока мы r2 r3 можно и соблюдать правило что количество интегралов равно размерности того множество по которому интегрируют значит вот я взял какой-то значит пример такой вот у меня есть интегральное выражение не очень сложно ну я вообще со временем допишу давайте чтобы было над чем подумать значит сейчас я тут допишу два слагаемых интегрирование происходит вот я описываю объект интегрирования мы берем треугольник берем плоскость x плюс 4 y плюс z равно 4 мы отслеживаем ту часть плоскости которая попадает в первый квадрант октант называется у этого это быть треугольник да то есть так сказать у нас вот треугольник какой-то вот первый этот самый октант тут как-то это плоскость там рассекает но она от как-то может быть вытянута в сторону игрека что ли да и наоборот приплющена в сторону игрека надо подумать неважно я пока чисто качественную картинку нам говорят надо взять верхнюю сторону треугольника верхняя сторона это значит нормали которые вы рисует все должны иметь координату z положительно так я предлагаю подумать как нам это сейчас учесть и что нам в параметризацию писать я значит сейчас допишу пока два еще других слагаемых это какие-то просто линейные выражения можно не особо не задумываться спрашивается как мне это считать ну картинка нарисовала реально реалистичную значит это . по-видимому 4 здесь вот если ты если ну по игре масштаб исказился единичка до 4 но это просто как бы попросу и нормаль торчит вверх это вот куда-то туда что-то как-то так выглядит этот треугольник я при этом его конечно сильно искажён нарисовал потому что он у меня почти правильный а на самом-то деле он такой совсем правильный но не важно больше никого специфики не нужно треугольник за каким-то образом запараметризовать давайте по определению все таки вот у нас есть определение вот самое первое вот это значит что это значит это значит я должен взять вот дело в том что значит вот это вот концовка где я уже вот параметризацию довести там продифференцировать она вполне конструктивная то есть ну как мне запараметрируют треугольник просто чего вот я x и x и y бегает по проекции вот потому треугольнику z вычисляется из формулы вот он параметризация x y z от x y как график фактически да после этого быстренько все минорчики рассчитаю и все запишу естественно так можно но вот я пока иду по определению значит я надеюсь что за счет того что объект интегрирования очень простой плоскость нормаль для плоскости я как-нибудь соображу и без всяких параметризаций и поэтому есть шанс что я просто в лоб проинтегрирую вот пользуясь тем что ну уж больно простенькие у меня тут объекты хорошо получается значит что я должен интегрировать значит брать вот это вот мое векторное поле 2z минус x x плюс 2z 3z где игреки вы знаете за что купил то и продаю игреков условий не было это я берусь задачника кудрявцова просто задачку там есть задачи которых нет демидовича я хочу демидовича оставить вам надо задачи просто демидовича мало задачи такой исключительно такой прагматичный подход значит я должен вектор нормали написать вектор нормали к этой плоскости но только ленивый человек не напишет да о господи ну можно не упрощать до единиц на корень за 17 кажется здесь так и будет 4 там просто единственное это вектор нормали ну 141 у меня надо от нормировать я поэтому от нормировал можно скобочки сооружать не буду иначе я просто периодомлюсь на этой моторике значит это вот такой вектор он должен быть скобочках но у них чуток и интегрируем по мере по мере на мере ли бега на плоскости это же будет фактически мер ли бега на плоскости правильно вот дальше 1 2 либо я сумеют или не сумею значит так вот два червяка это скобочка скобочка отвечающие за скалярное произведение да просто всякий случай так играл единица на корень из 18 написать чтобы она вас не раздражало значит 114 ну как-то что-то не не очень сокращаются значит два плюс восемь нации сет с 1 4 3x с ну вот готово значит я свел задачу к вычислению интеграла по мере на поверхности значит давайте я лишний раз отмечу что тут у нас такая вот связь имеется а именно вот то что я взял верхнюю сторону меня это одна автоматически сыграла но давайте отметим верхняя сторона это вот то что вот здесь плюс коэффициентик preset он положительный я понимаю я его так написал но согласитесь пока я это писал я ни разу слов верхняя сторона не произносим то есть я как бы вроде проигнорировал это вот обстоятельства так вот теперь я задним словом говорю а вы знаете я не ошибся вот ну и хорошо и давайте сообразим как же тогда это досчитывать 3z 7z плюс 3x как как интегрировать ну как значит все-таки вводить эту параметризацию да то есть считать что x меняется 0 до 4 у меняется y тут нет но в артрит он живет до y меняется от 0 до 3x равном нулю y крайне единицы при x равном четырем и греха 0 у меняется так сечение фиксировано все вот значит ты их нет 4 значит параметризация все-таки x и y 4 x минус 4 y значит как у нас дэс давайте еще раз уж мы тут нормально вычислили давайте дэс еще как-нибудь вы значит вот что же такое происходит значит как же мы тут вычисляем я хочу сказать что вот я параметризацию беру с плоскости x и y а здесь у меня моя плоскость постоянного наклона неужели как бы я тут должен углы какие-то смысле я тут должен какие-то считать производные жилья в терминах угла не могу это сказать ведь вроде как если мы вот на плоскости x и y решили найти какую-то фигуру вот я тут беру и вырисую какую-то фигура на плоскости x и y ну ладно так не очень заметно от коричневого точечка да а ей соответствует поднятие на плоскости y z ну это же как бы всего лишь такая вот проекция с одной плоскости на другую искажение плоскости при проекции тоже как-то отомножение на какой-то косинус неужели мы этот дэс не можем рассчитать так сказать просто поглядев на вектор 14 вектор 141 и сказать что ds вот он так вот вычисляется но это как бы если вы можете поддержать беседу на эту тему скажите а если нет я могу это проигнорировать но тогда я это могу пронаблюдать уже после того как я путь в формулу если вы пока не видите эту формулу значит я тогда иду стандартным путем значит но там неважно ежев вычислять или дифференцирую значит более-менее трудоемкость одинаково значит дифференцирую по иксу дифференцирую по игре ком учителя векторное произведение допустим чувствую себя векторное произведение но это на самом деле знают я уже писал вектор 141 я уже вычислял ну ладно хорошо и значит я должен написать норму этого произведения то есть я должен как бы сюда описать тринадцать четыре минус икс минус 4 y плюс 3 x вы не за 17 но этого вектора то дэкс 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 вычисление линейной функции оброшу да но значит вот результате кстати корень сократился это очевидно что корень сократился вот из этой формулы которая выше написана то есть если бы я по этой формуле но вот у меня исходные функции простенькие если бы я минорчики читал конечно у корня бы не было кое у меня появился по причинам каким-то вот таким чисто формальным что там где-то что-то нормировала потом оказывается от нормировка служит просто весом при интегрировании поэтому как бы все все сошло на нет готова победили поэтому задачу для меня так хорошо ну давайте что-нибудь что-нибудь еще возьмем так сказать такое отдельную страничку возьму может быть успеем еще как бы такую пашку задача решить значит чтобы такого нам взять давайте возьму какие-нибудь простые интеграл и потому что как бы и в этом дело да значит вот я хочу взять интеграл интегрирует смешно сказать x минус один в квадрате y dz но это по поверхности с с плюсиком где поверхности с плюсиком это у вас есть сфера x квадрат плюс y квадрат плюс z квадрат равно 2x вы берете половину сферы там где z отрицательно и берете внешнюю сторону да то есть если бы это была целая сфера то то нормально торчит наружу сейчас когда у нас полусфера но мы сообразим что внешняя сторона интегральное выражение немножко сбивает с толку но это как бы это значит что у вас как бы п qr векторное поле да вот компонента п написано а qr равно нулю так что это как бы интеграл векторного поля в котором ну вот пропустили значит дали нулевые коэффициентики просто чтобы чтобы не утомлять значит вас вот такие вычисления так хорошо ладно а еще какой примерчик вот я беру тоже какой-то несложную штуку сейчас я допишу три компонента нормальные здесь предлагают взять седло гипербаллический параболует довольно такая седловая поверхность значит из него вырезают кусочек условиями y превосходит x а x не превосходит параметра а что это такое я не знаю значит берут верхнюю сторону этого параболоида то есть опять там где нормальная положительная верхняя стороны вот найти интеграл так предлагаю срочно идти считать я пишу здесь нам ведь процесс интегрирования сейчас не очень важно поэтому я пишу просто не очень сложное выражение чтобы мы не занимались глубокими переписываниями да в этом для нас тут задача это как бы собственно организовать процесс интегрирования с витязан в коммуноценном одваяном интегралу депро пожаловать на доску чтобы условие было полноценным я сюда допишу 0 d z dx и плюс 0 y dx dx я еще нарисую значит вот есть парабола нет y равно x равен модуль y это значит вот такая и x равен а значит вот у нас имеется фигура имеется вот этот треугольничек мы над этим треугольничком рассматриваем кусок поверхности неважно как она выглядит потому что нам так сказать на параметризации вот кусок седловой поверхности которая задается вот этим вот уравнением z равна x врату x y квадрату графика ну вот собственно все 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 написано что можно параметризовать начнем просто про параметризовать а здесь я тоже тогда картинку создал что у нас есть такая и и такая пул сфера она куда-то вниз провисает вот и внешняя сторона ну у меня пусть я скорее корыто чем пул сфера но вот имеется ввиду что вот такая вот половинка сферы она вот расположена под плоскостью x y за это отрицательно а сфера сама расположена так что и диаметральный круг лежит вот диаметр совпадает с очью x и радиус этой сферы единица она значит смещена на 1 вдоль оси x вот так все очень прозрачно так и 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 в принципе да можно ничего не умудрить потому что речь идет фактически о графике можно вот прямо к как графика сделал совершенно верно а я просто так вот я не хочу решать задачу а значит я вот значит делаю я вот и горниже вас я буду решать эту же самую задачу как бы альтернативно зелененьким цветом введя ну как бы сферические координаты все-таки сферическая на это вещь громоздкая и она вроде должна вызывать опасения поэтому вот я чтобы эти опасения развеять мы потом сравним что то что получится лучше то есть вы вводите параметризацию x и грех бегает по вот этому кружочку до диаметрального z вот вы написали какое пожалуйста да все видите рассчитайте значит нужные вещи этого а я в виду странные координаты сферические это как бы к вашей деятельности отношения формальными и и Продолжение следует... 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 Нет, это вы взяли, вам задача кажется страшной, поэтому вы пишете сложные вещи. Вот Y строчка и Z строчка, вот здесь нолик. Потому что вы берете только вот две нижних строки. Вот D, Y, D, Z рассчитываемая компонент. Ну, собственно, вот это я и говорил, что, видите, теперь, когда мы увидим эту вашу подинтегральную функцию, то вот как-то так же захочется считать в координатах. Значит, я еще жаловался на то, что у вас окружность какая. Значит, как бы это вы отслеживаете окружность, когда Z равен 0, у X квадрат плюс Y квадрат равно 2X. То есть, если Y выражать, то Y это корень из 2X минус X квадрат. То есть, вот здесь 2X еще вот тут зелененькое. 2X плюс X квадрат. И тут тоже вот эта штука. 2X. В общем, все вместе. Это 2X минус X квадрат. Да, чтобы трупно было это. Вот. Ну, вот видно, что, Егор, пока вы разбирались с этими корнями, но я, в принципе, более громоздкую деятельность проделал. То есть, сейчас у вас начинается, собственно, задача в стиле, как вот из той контрольной, которую вы писали, да, дан двойной интеграл, посчитайте. И, наверное, этот интеграл надо считать так или иначе, переходя в какие-то координаты. Наверняка X минус 1, если вы сделаете замену переменных, станет существенно проще, окружность станет стандартной. И после этого, если она станет стандартной, и тут сюда X квадрат плюс Y квадрат, видимо, полярные координаты тут прописаны как средство счета. И поэтому вот ваши границы, ну, я не знаю, я бы испугался в этих границах вычислять интеграл. То, что я проделал, я, видите, эту единицу тоже с самого начала написал. У меня сдвинутая сфера, такая сдвинутая сферическая координата. Вот. И на дифференцированиях этот сдвиг не сказался. Давайте проверим. Вот тут я рассчитал касательный вектор. Давайте убедимся, что это правда, что это косвенно проверим, что я тут прав. Сравните вот с этими формулами R косинус φ косинус Пси, R синус Фи косинус Пси, R синус Пси. А вот здесь что написано? Здесь написано все то же самое, только с растяжением косинус Пси. То есть вот этот вектор, он как бы пропорционален радиус вектору, ну, как бы из центра сферы в точку. То есть, ну, это правильное вычисление, тем самым. Значит, это просто векторное произведение. Значит, вот два вектора стандартных касательных, я их перемножил, я честно тут попреобразовывал. Тут вот, ну, мы что-то такое делали же уже со сферами-то. Где-то там косинус квадрат плюсинус квадрат Фи сократился. То есть получилось так. И дальше вот я пишу, что я пишу. Значит, я x-1, а, в квадрате я забыл его в квадрат возвести, поэтому у меня дальше неправильно. Я просто x-1 проинтегрировал, то есть надо было в квадрате. Значит, в квадрате, x-1 в квадрате, это значит, вот, квадрат, квадрат. Ну, тогда, значит, дальше можно не смотреть. Я, так сказать, не ту задачу решал. Ну, неважно. Значит, x-1 в квадрате умножается на то, что соответствует dy, dz. Ну, то есть, на самом деле, на первую компоненту векторного произведения. Потому что когда вы берете минор dy, dz, это вот первый компонент вектор нормальный. Ну, вот я их тут перемножил. Так, ладно, тут все сломалось, ничего не получилось. Значит, задача, которая вот здесь написана, она совершенно простецкая. Зря никто не пошел, я не понимаю, что тут, собственно... Значит, давайте, краткое содержание, что тут надо было сделать. Ну, вот по треугольнику бегает. Видимо, проще всего параметризация такая же, как вот идеологически булавые горы. Значит, x, y и x квадрат минус y квадрата, это наша параметризация. Значит, вы мгновенно вычисляете касательные вектора. Здесь такая юзер-френдли задача, она совершенно простецкая. Значит, мгновенно вычисляете компоненты векторного произведения. Значит, что-то будет минус 2x, 2y и единица. И тогда вы, как бы, мгновенно пишете ответ. Значит, это вектор нормали, в котором получилась z-компонента положительная. То есть, это значит, что вот эта единичка свидетельствует о том, что нужное направление вектора нормали. Нужное, в смысле, такое, как условие. Нужное нам направление вектора нормали. Так, и тогда получается, что вот по этому треугольнику, который нарисован, ничего не стоит границы расставить. Вы интегрируете все, что тут записано. x умножается на минус 2x, это координаты, соответствующие минору. Да, y умножается на 2y и z умножается на единицу. Все, на уровне директора задача мгновенно решается. А поскольку тут линейные уравнения в границах, то она без проблем решается. То есть, просто вот, если бы нужно, я бы еще за минуту или две быты считал. Так, хорошо. Ну, и того, мораль такая. У нас получается, что есть просто парочка формул. Значит, фактически, на вкус вот есть формула с определителями. Есть, так сказать, ее история возникновения, которая иногда тоже бывает, может быть, полезна. Особенно она полезна, если какие-нибудь очевидности там выскочат, типа что-то, что-то чему-то ортогонально. Вы вдруг раз увидите, что нормали ортогонально тому векторному полю, который интегрирует. Тогда вы сразу увидите, что ответ ноль. А если вы начнете считать долго, то это вы и не сразу увидите. Вот. Ну, собственно, все, значит, в чем состоит наша деятельность. В том, что мы берем готовую формулу и пытаемся в нее что-то подставить. Вот задача про миномерный интеграуль, там, понимаете ли, фантазия была какая-то. Нужно было изобретать рекурсию, к большому счету, в сложной задаче. А здесь ничего не нужно. Значит, давайте, вот я говорил, что у Демидовича мало задач, действительно их мало. Вот все вам задачи из Демидовича идут на дом. 43, 62, 66. 5 задачек, там, значит, достаточно прозрачные вычисления, мне кажется. Вот, еще раз, все они громоздкие, все они прямолинейные достаточно. То есть можно иногда где-то что-то соптимизировать, если догадаетесь. Но, в общем-то, в лоб пишем, 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 параметризуем, считаем, и все получается. Ну, вот такой технический уровень противный у них. Вот. Кажется, все.